Вечер добрый, дорогие братья и сестры. Сегодня совместный эфир от Батюшка. Такой оперативный. Я вообще люблю священников, которые очень активны. Много лет, Батюшка дорогой. Спасибо, Господи, с праздниками, с наступающими, с наступившими. Спасибо, Господи, Батюшка дорогой. Я только что сказал, что люблю Батюшек активных, коммуникабельных. И ты сразу подключайся. Спасибо, Батюшка, дорогой. Также и за совместный эфир. Сегодня мы стоим буквально в преддверии Большого Дваницатого праздника, Рождества Христова. И будем мы праздновать это событие. Очень радостное, отрадное. Батюшка, по традиции всегда с кем делаю совместный эфир. Буквально два слова. Человек о себе говорит, в частности. Ты очень о себе скажи. Потом два слова для твоей аудитории я скажу. И потом начнем общаться. Хорошо? Хорошо. Ну, о себе не особо много могу сказать. Я священник из города Казани. Я преподаю в Казанской православной духовной семинарии. Преподаю уже шесть лет. Примерно полгода назад меня сделали настоятелем деревенского храма. Как он формально относится к городу, но по факту это деревня, потому что это далеко за чертой города. Что еще расскажу? Основная область моих исследований научных – это западное христианство, католицизм, протестантизм и же с ними. Что еще могу сказать? У меня свой блог в Инстаграме. Пока что только два года. Я могу сказать, что только-только начинающий. В этом деле я сейчас пробую себя на Ютубе. Из того, что можно еще рассказать. У нас есть проект «Вера-21», который был рожден вот этим летом, и мы его активно развиваем. Так что что еще могу рассказать? В целом, каких-то… Ну, обычный священник, каких много вокруг. Не сказать, что я чем-то гипер-гипер выделяюсь. Есть множество более достойных людей, на мой взгляд. Батюшка, как зовут тебя, скажи все? Отец Александр. Да, кто не знает, меня зовут отец Александр Данилов. Очень всем приятно познакомиться. Спасибо, Батюшка, дорогой. Но в дополнение все-таки к твоей мини-биографии я скажу, что все-таки ты выделяешься. Почему я с этим Батюшкой решил сделать совместный эфир? Это один из… Ну, вообще, вот мне Господь управляет, что со многими умными, но это один из самых умных священников, которые я даже сам читаю, что-то для себя черпаю. Поэтому вот не могу согласиться, что обычный совсем. Это я нелицемерно честно говорю. Два слова для твоей аудитории, и потом поговорим. Меня зовут священник Константин Мальцев, активно занимаюсь интернетом, проповедью в разном русле. Иногда даже вплоть до какого-то юмористического ролика, но просто чтобы люди расслабились, потому что хочется поделиться добром, хорошим настроением. Ну, и в первую очередь, это смягчить душу для любви к Богу, потому что без Бога смысла нету, по большому счёту. Ютуб, все остальные соцсети, тоже всем этим занимаюсь, но самая главная цель – спасай и спасти сердца. Вот, наверное, так. У меня волосы левом стоят, я извиняюсь, у меня стоят дыбом волосы, и меня это как человек педантичного раздражает немного, поэтому я прошу прощения. Это сигнал, чтобы, как я уже ради сказал. Очень приятно. На самом деле вся беда, я постоянно это говорю в своих эфирах, вся беда православного интернета и православного сегмента в том, что на самом деле основная часть блогов не только священнических, священники-то хоть как-то пытаются что-то сделать оригинально, но основная масса блогов, сайтов и так далее, они банальны. Люди их не будут просто читать. А у нас, к сожалению, далеко не все это понимают, поэтому если есть юмор, мне кажется, это прекрасно. Если человек через юмор может заставить людей задуматься, как-то объяснить им даже самые элементарные вещи, это нужно. Даже шутить у нас далеко не каждый может. У нас это опасное дело, потому что далеко не все воспринимают юмор. многие люди достаточно близко к сердцу воспринимаются, то, что ты говоришь. Особенно если священник, потому что, конечно, священники никогда не шутят. Они все серьезные, не говорят только божественную истину прямо в глаза. В общем, не все цирконы юмора понимают. Без юмора жизнь тяжкая. Батюшка Ярослав, мой накурсник, написал. На самом деле, если мы посмотрим именно в плане юмора, то даже святые шутили. Даже, можно сказать, по своему успению. Я сейчас не могу вспомнить быстро, хотел привести пример. Я помню, а вот именно какой святой, может быть, ты очень-то подскажешь. Это из летописи паломников, когда приехал один паломник в Дамаск, кто-то из святых Дамаска, и вот он лежит на камнях, потому что как раз храм должен открыться, а камни прогрелись, и ничего не холодно. И говорит, вот у меня спина больная. И вот он прикорнул, и ему святой говорит, вот женщина рядом с тобой, она хромает. Ты проснился, и сразу хватай ее за ногу. И он говорит, ну как же так? Ну я же женщина, как я могу вообще? Он говорит, хочешь исцелиться, значит хватай. Просыпается, хватает ее. И она закричала, побежала. И потом, отбежав, наверное, количество расстояния, поворачивается, говорит, так как я, у меня больше я не хромаю, у меня нога-то выльчилась. То есть вот такой, подруг, так далее, пример, но не могу вспомнить имя святого, а вот кто-то из дамасских святых. То есть иногда даже вот такое, через юмор, исцеление бывает с святыми бодьями. Да, а там же еще есть вот такой вопрос, да, вот некоторые, как мы все время ориентируемся на Христа, и есть такой стереотип, что Христос, он был хмуром. То есть он всегда вот-вот-вот, нахмурившись, серьезен и так далее. Это такой, знаете, монах-аскет, который ушел просто в пустыню без эмоций. На самом деле, Христу человеческие эмоции были не чужды. И мы видим, что он и расстраивался, и удивлялся, хотя, простите, что нужно сделать, чтобы удивить Бога. Вот, однако же, он по человечеству и удивлялся, он и гневался, вопрос, был, улыбался ли Христос, чтобы на него ответить, достаточно две вещи посмотреть. Первое, в Евангелии есть ирония. Ирония, очень тонкая ирония. Когда он говорит, нездоровые нуждаются во враче, но больные, вот, к примеру, да, что я пришел, он говорит фарисеям, я пришел, чтобы призывать грешников к покаянию. Это ирония определенно. И плюс ко всему, посмотрите, он был евреем, иудеем, да, он по национальности был евреем. Он воспитывался в их культуре. Посмотрите на иудейскую культуру, посмотрите на их праздники. Они улыбаются, они радуются. Вы представьте, можно ли было быть среди них раввином с грустным лицом, который, когда все веселятся, сидит грустно. и не танцуют. Как они, да? Как они танцуют? Конечно. То есть, да, то есть, представьте, вот они танцуют. Эти танцы, которые сегодня есть, им много тысяч лет. Это очень, да и то, что они сохранили, это действительно их богатство. Так вот, представьте себе, первый век, когда все радуются и танцуют, а кто-то стоит с грустным лицом и тоже танцует подобные танцы. Это невозможно. Поэтому, конечно, можем сказать, что Христос улыбался и радовался, как все любые люди, просто потому, что у него человечество наше было. У нас же не сказано, что он получил все, кроме чувства юмора от людей. То есть, он не взял грех и чувства юмора тоже не взял. Мы так не можем сказать. Просто его юмор, он без злобы, да, мы можем сказать, что его юмор лишен злобы, лишен какого-то коварства, высмеивания, но в целом ирония, радость, она по человечеству Христу присуща. Поэтому, то, что у нас сегодня многие не воспринимают, у меня был эпизод, когда я написал пост, назвал его Оборотень, Аня Оборотень, да, я хотел написать о том, что есть люди, которые выглядят очень благочестиво в храме, поют, не знаю там, панамарит, как угодно, но в интернете они меняют совершенно свое обличие, начинают быть кровожадными, жестокими и так далее. Я назвал Аня Оборотень и написал, что, мол, возьмем гипотетическую Аню, и вот эта гипотетическая Аня, собирательный образ, поет в храме, но вот когда заходит интернет, превращается в таком Оборотень кровожадный. Так вот, три дня, три дня мне доказывали в комментариях, что я оскорбил в лице собирательного образа всех Ани в нашем мире, но была еще и вторая группа людей, которая мне на полном серьезе доказывала, что я согрешил против собирательного образа Ани. То есть, люди, после этого я это привязываю, ведь всегда, когда шучу, я подписываю внизу, что это юмор, жирно, чтобы все понимали, что я несерьезно говорю. То есть, проблема-то в том, что сегодня, к сожалению, многие, не скажу, что все, но многие с ним раздалкиваются, юмор не понимают, тем более, от священника. То есть, предполагается, что священник это все хмурое создание, которое не улыбается и тем более, не дай Бог, шутит еще, да, это вообще что-то потустороннее. Я почему-то сейчас помню одна прихожанка у моего папы священника как-то сказала такую фразу, батюшка, когда все шутят, хочется смеяться, когда вы шутите, хочется плакать. Да. Ну, юмор, как бы, да, юмор, он имеет разное вид, назначение. Можно кого-то подбодрить. Бывает же, допустим, щеку плохо и человека хочется подбодрить. Бывает юмор, который высмеивает какие-то недостатки, сподвигает человека, да, меняться. Бывает и такое. То есть, не знаю, на мой взгляд, радость и юмор это беззлость и это прекрасная вещь, которая дарована нам Богом, чтобы мы могли идти к нему. Это талант, который еще надо уметь применить. Да. Вообще, если ты позволишь, я вот сейчас вспомнил одну притчу по поводу, вот как без юмора можно, по сути. это замечательная притча, которая очень показательно подчеркивает, что мы-то не можем постоянно напряжений быть. Это когда охотник идет по лесу и видит на опушке монахи шутят, как-то там веселятся и тому подобное. Он подходит к наместнику как бы этих монахов и говорит, отча, а что это такое? Вы же монахи. Говорит, подожди, вот возьми лук свой, натяни тетевого, натяну. Еще тяни. Еще натянул. Еще тяни. Говорит, ну это все. Нет, еще тяни. Не могу. Сейчас я еще сильно натяну, он сломается. Вот представь теперь, если я буду постоянно их вот так жать, 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 что будет с ними? Они сломаются. Поэтому иногда надо отпускать эту тетиву, чтобы дать хотя бы продохнуть. Потому что у нас и пост, и молитва, и аскетизм, но должно быть и благоразумие. Ну да, ну просто не надо путать еще дисциплину монастырей и как бы обычную жизнь. Некоторые люди, они начитавшись, да, я тоже раньше так делал, когда начитавшись святатической литературы, еще будучи панамарем, я уже воспарил разум, я уже представляю себя таким иноком уже, который этот монастырь, вот уже вот-вот. Естественно, надо умереть для этого мира. Ты на втором курсе университета, конечно же, где же еще умирать, как в университете для этого мира. И вот начитавшись тогда, я действительно попытался быть таким суровым человеком, я после этих аскетических упражнений несколько месяцев молиться не мог. Просто отвращение ко всему было кошмарное, с трудом это все в себе преодолел, потому что мы путаем. В монастыре есть определенная жизнь, ритм жизни определенный. Там есть опытный наставник, который тебе помогает, собственно, аскетические упражнения применять. Но другое дело, какой-нибудь обычный пацан, обычная семья, которая, начитавшись, допустим, трудов египетских пустынников, начинает их применять в жизнь. И, естественно, превращается в такую маленькую секту, такую, знаете, секту печальников за весь мир. Вот это, на мой взгляд, очень вредно. Потому что сегодня, кстати, вот, я тут читал один священник из Москвы, расскажу, Алексей Уминский. Он рассказывал, как-то, говорит, в один из праздников мы, говорит, вышли на улицу и решили людей, которые проходят днем охрана, поздравлять с Пасхой. И, говорит, мы их удащали безалкогольным пентейном, мы, говорит, их поздравляли с Пасхой, с воскресением Христовым. Люди, говорит, приняли нас за сектантов. То есть в сознании многих людей есть стереотип, что мы православные, мы хмурые, угрюмые и никогда не радуемся. Вот, вот, ну, этот же стереотип возник неспроста, ну, то есть не с пустого же места он возник. Значит, все-таки есть что-то такое, знаете, в народе. Это такое желание повеселиться, но при этом страх перед этим. Дудя, перед радостью какой-то элементарной. Хотя, с другой стороны, если ты идешь к Христу, если вот ты идешь к Христу, даже падаешь, ползешь, Бог с ним, ползешь к Христу, лежишь в его направлении, у тебя все равно есть радость от того, что ты хоть чуть-чуть к нему идешь, от того, что он в твоей жизни вообще присутствует. А разве это радость, это не благо, которым стоит потериться в любой форме? На мой взгляд, это хорошо. Однозначно. Я сейчас помню строчку из Акаферса «Слава Богу за все». Там такая строчка и в душе у него свет, по-моему, радость, потому что там Христос. Да. То есть не может быть радости у человека, если нет у него хотя бы минимального желания быть с Бога, потому что Господь говорит «Возлюби ближнего как самого себя». А как ты возлюбишь ближнего, если у тебя внутри нет Христа? Именно возлюби себя увидеть образ Божий внутри себя, подобие, образ. То есть не эгоизм, не тщеславие, а именно вот это божественное начало. Да, кстати, очень хорошая фраза. То есть прежде чем возлюбить ближнего, то есть как ты можешь любить другого человека, если ты ненавидишь самого себя? То есть если у тебя внутри мрак, ужас и нет никакого света вообще любви, никакой, как ты можешь другого научиться любить, если тебя даже ненавидишь? Поэтому да, на мой взгляд, нужно правильно говорить, нужно разглядеть сначала Бога в себе, увидеть его внутри себя, а потом уже, когда ты научишься адекватно любить себя, потому что, допустим, если ты не хочешь обжараться, это же любовь к себе, любовь. Если ты не хочешь блудить налево и направо, это любовь к себе, любовь. Просто это нормальная любовь к себе, нежелание себе вреда, даже, допустим, духовного. Когда человек адекватно себя возлюбит, тогда он научится уже любить других. Нам бы, опять же, субъективный взгляд. Да, да. Батюшка, ну, у нас с тобой вот буквально на днях, так же, как у всего православного мира, большая радость, Рождество Христово подходит. И когда я готовился к этому эфиру, я обычно там своим знакомым пишу, одно дело, чтобы я хотел, допустим, спросить себя, другое дело, что вы со стороны, то есть, вот с мирской точки зрения. И почему-то, как не протоксально, я надеялся, что будут такие вопросы из области, а как встретить Рождество, а как вот на ночную службу пойти. То есть, мы тоже, наверное, поясним эти вопросы, если они будут, все равно мы же будем отвечать на вопросы. Ну, вот из 15 человек 6 спросило, а гадать можно, наверное, перед Рождеством? Это же... А как? Почему бы нет? Я говорю, брата, вы же православные, о чем вообще? Какое гадание? Говорит, ну, а перед крещением? Я говорю, ну, там же вообще там... Хотя, у меня жесткий момент один был, у меня две девочки, когда я еще в Ейске служил, город из такой, две девочки прибежали, буквально уже после крещения, говорит, батюшка, мы с ума сходим. Я говорю, что такое? Говорит, мы вот перед крещением погадали, суженого ряжена, хотели увидеть, а теперь, говорит, мы же снимаем однокомнатную квартиру, вот он появляется в огромный, такой в балахоне черном, говорит, сначала просто появлялся, у нас страх оцепенения, говорит, поверьте, мы не пьем, ничего там, не курим, говорит, а теперь одно из нас как будто ноги перевязывается, просто страх такой, говорит, я читаю ученаж, и то половина вспоминает, не вспоминает, говорит, потом как-то он подходит ближе к двери, как растворяется, говорит, потом кое-как мы встаем там, ну вот девочки проэкспериментировали, поэтому вот опасное дело все эти гадания на самом деле. это остатки нашего языческого прошлого, к сожалению, у нас же так люди представляют, как Русь крестилась, вышел Кулаевский Владимирский, вы все теперь православные, кто не с нами, тому голову отрублют, все такие, ура, и побежали креститься. На самом деле, только к 14 веку наша церковь смогла христианизировать города, города только к 14 веку, и это я молчу про деревни, маленькие города, села там и так далее, то есть все остальное до сих пор в полуизрит. Господи, вот у нас, Татарстан, да, вот рядом от Ети, в Чувашино, там куриц приносят жертву, они приходят на литургию, а вот после этого в лес местным богам приносить жертву, допустим. батюшки с этим сражаются очень долго. У нас заходишь в дом, допустим, кому-нибудь квартиру освещать, а там домовенок, подкова и Божья Матерь. Сразу, три в одном, тройной удар, на всякий случай. Это язычество, оно окружает людей просто потому, что, наверное, они, знаешь как, они не хотят глубже уходить в православие. Знаешь, вот это как такое классное хобби раз в месяц, вот православие, для очищения души. Но углубляться я не хочу особо, поэтому отсюда и возникает святое место, пусто не бывает. В конце концов, в твоей душе, если там нету полноценного места для бога, а только какой-то жалкий угол, то во всех остальных местах поселятся товарищи разного формы, разного вида, просто потому, что пустовать душа не может. Она чем-то должна быть заполнена, так или иначе. Поэтому я не удивлён, у нас тоже и пытаются гадать, и говоришь об этом, и убеждаешь людей. Но это очень сложно сделать, пока человек не пойдёт к Христу, то есть пока он не начнёт нормальную духовную жизнь. Поэтому, к сожалению, и через треть моих знакомых тоже есть такие люди, которые гадают. к сожалению. Ну, без этого... Сейчас вообще какое-то обострение, не знаю, как у тебя, вот здесь вот на Кубани, в частности, где я служу, что-то вот это вот космос, гороскопы, вот это что-то так обострилось. Да, да. Одна женщина ко мне буквально позавчера пришла, говорит, это мой год, я крыса. Я говорю, да вроде нет, а вроде у нас человека похожа. Это же какая-то признание, знаете, я крыса. Но это самобичевание тоже, в принципе, может, какой-то первый шаг к чему-то хорошему. Я говорю, подождите, вы всё-таки человек образа подожди. Я говорю, при чём здесь крыса? Вот, так что бывают такие удивительные моменты. По поводу того, почему людей тянет к этому, вот есть стереотип, что язычеством магии занимаются только вот неграмотные люди. На самом деле, это стереотип. Многие, многие профессора балуются оккультизмом. Очень. Ну, давай, вот раз мы всё-таки затронули эту тему оккультную, мы же помним волхвов, которые пришли. Да. И в разном именно написании, переводе, именно волхв. Там именно еврейский перевод два значения имён. Волхв как человек, который занимается наукой, именно как учёный, и волхв как маг. то есть мы два, две интерпретации, но мы сейчас, как бы, нам первая точка зрения, что волхвы, это были как персидские цари, но в том числе они были сугубо наученные люди, учёные. И даже, я читал такое в библейской археологии, что среди, когда вот не все же ушли, иудеи с Вавилона, и кто-то остался, и вот эти вот, в том числе и мужи, как по наследству, были научены некоторым пророчествам именно иудейских пророков, и вот откуда они узнали вообще о пророчестве, когда вот пришли они к Иерону, вот мы царя иудейского, ваши пророки говорят, то есть они откуда-то должны были эту информацию, а пророки кто-то признает. Ну, да, но опять же, если мы посмотрим на общее отношение в Ветхом Завете к волхвам, к колдовству, то второй вариант это придёт сам собой, потому что везде абсолютно в Ветхом Завете сказано, что Бог считает магию любой формой, мерзостью, чем мерзостью, которая достойна, по мнению Ветхозаветного закона, смерти. Поэтому этот вариант отпадает, поэтому да, это люди, которые занимаются наукой, тем более, как правильно сказать, они явно имели связь с иудейским обществом, потому что взять обычного язычника, обычного волхва, жреца, он и так кучеряво живёт, ему, простите, ехать в какой-то захолустный Иерусалим, то есть, вы понимаете, просто где Персия, где Иерусалим, Иерусалим на тот момент был гном мира, это захолустье, провинция глухая, и им ехать туда, чтобы увидеть какого-то младенца, зачем? Просто зачем? Если они и так прекрасно живут, у них и так всё есть, как у жрецов, гораздо больше, чем у всех остальных, чем у царей и всех прочих, даже тронуть только нельзя. А они едут, значит, для них это настолько важно, что они готовы ехать в этот мутаракань, в какой-то захолустный еврейский город, чтобы встретиться с этим младенцем, преодолевая всё. Поэтому, да, мы легко предполагаем, что это верующие, и они были напрямую связаны с аудейским обществом, и они жаждали этой встречи. Так не просто ехали, они ещё и дорогостоящие подарки висли, то есть знак судьбового уважения. Да, то есть это же не просто, когда, чуть-чуть золота, пару монеток золота, чуть-чуть ладана, люди древнего мира были практичными. Это коробка ладана, коробка золота и коробка смирная. То есть они достаточно на будущее запасывают. Это настоящий подарок, чтобы люди могли безбедно жить. Ну вот тоже интересный факт. Хорошо, с волхвами мы разобрались тут вот почему пастухи, как ты думаешь? Вот я был на этом поле пастушков Иерусалима, но это не особо примечательно какое-то место. Почему пастухи? И именно ангелы, то есть святой небесный лик им является обычным пастухам. Это не были какие-то праведники, это обычные пастухи были. А там вопрос был в то время, а кого считать праведником? Как бы в тот момент в иудейском сообществе доминирующим было фарисейство в основном. Фарисейство это доскональное исполнение закона. Но как бы мы видим по истории, что люди, которые досконально исполняют закон, им ничего не мешает убить мессии. Легко причем. Потому что даже Бог в их рамки не влазит. Он недостаточно хороший. Поэтому в тот момент встал вопрос, и Христос на это обращался на внимание. А кого считать праведником? Люди, которые считались праведными по уровню того общества, они на самом-то деле были гнильем внутри. А люди, которых общество отвергало, они-то на самом деле праведными и были, потому что они чувствовали, вот это покаяние у них было, ощущение своего недостоинства. Причем в этом ключевую роль играли фарисеи, они же понадумывали правила. Они же не просто взять закон Моисея, там и так 600 заповедей, так они еще сверху комментарии к ним благочестивые сделали. И в итоге они столько не придумали, что обычные работяги не в состоянии было вообще это все выполнять. И вот эта вот масса обычных людей, ну, с точки зрения вот этих фарисеев быдло необразованное. Вот это вот быдло необразованное, оно было грешно, с ними даже разговаривать толком нельзя. А самаряне это вообще? Да, самаряне это вообще еретики, с ними, у них из рук даже воду нельзя брать, если ты помираешь. Вот, то есть и получается, что Господь выбрал немощное то, что тех, кто не мог кичиться, тех, у кого нечем было простить, за клубость понтоваться, у кого ничего нет, у него есть работа, осознание, что он грешник и семья, которую он любит, и Бог. Вот таким людям достаточно простым, сознание которых не было замусорено, вот всем вот этим, вот ими являются ангелы, на мой взгляд, даже другие не могли воспринять это. Ты мне сейчас на очень такую интересную мысль натолкнулась и позволишь, выскажу. Вот смотри, пришли волхвы, они Ироду говорят, что царь родился, которого, по сути, ждут, в принципе, и должны ждать, потому что пророки же говорят, Исаия там, и Ижи с ними другие, то есть место, он же созывает всех фарисеев, где это такое, да, это написано, то есть по сути они должны ждать, но что я слышу здесь в Священном Писании, и Ирод смутился, и вся Иудея с ним, то есть все смутились, потому что вроде бы ждут, но не хотят принимать. И тут возникает второй момент, просто немножко перспективно, второе пришествие Христа, все мы знаем, все мы ждём, но парадокс заключается в том, в Священном Писании такие слова, и придёт, когда Господь восстановил своё пришествие, обретёт любовь любовь, он в людях. Да. То есть мы ждём, и не будет. Да, тут вопрос, а как мы, то есть, как, что увидит у нас на земле, даже среди христиан, Господь, когда он придёт во второй раз? Я убеждён, что если бы апостолы сегодня появились у нас, не во всех храмах они пришлись бы кстати, я так думаю, что они бы побили, и бы отвинили бы в ересе и выгнали бы не из всех, но из многих храмов. И не потому, что мы в целом такие плохие, но в целом христианство грубеет. Грубеет со временем. Это как факт. Охладевает. По чуть-чуть, но охладевает. По поводу того, как они боялись царя. Мы, вот если чуть дальше, в Евангелии написано, когда фарисей, когда архиереи, нижники фарисеи, старейшим рейский совет делают по поводу Христа, они говорят, что скоро все пойдут за ним, если мы не остановим его. И тогда придут римляне и погубят нас. То есть, они, почему все смутились? Потому что действительно они считали, что должен прийти такой путчист, такой революционер, такой Че Гевара. Он придет и начнет бунт. И они боялись, что Господь начнет действительно что-то делать. То есть, вот факт. Им и так комфортно жилось. Вспомните, что было в Египте. Когда Моисей вывел их из Египта, они начали жаловаться, что там они жили лучше. В Египте. Там они ели мясо, а здесь они эту мангу проклятую едят уже который месяц. И Господь им говорит, из ноздрей у вас полезет это мясо, сейчас будете есть, пока не умрете. И так же и здесь. Они и так комфортно живут. А тут еще как бы Бог начинает действовать. Им страшно, что сейчас начнется что-то нехорошее, сейчас придется что-то делать. Их уютный мирок, в котором они живут, он треснет и рухнет. Ну, получается, сейчас почти та же самая ситуация. Вот смотри, мне комфортно, ну, просто визуальный пример. Мне комфортно, у меня есть мобильник, у меня есть там, что хочу, то ворочу там. Сейчас приходит Господь и говорит, откажись от этого, это не нужно, тебе не полезно это все для души. Зачем машина? Пожалуйста, я же тебе ноги дал, я же тебе не колеса дал, а ноги, например. И одно, и другое, такие вещи скажут, что от чего? Человеку будет тяжело отказаться. Да. И он скажет, да нет, я лучше как бы здесь, вот у меня вот это уже есть, чем твоя перспектива, которая не особо меня радует. Да, да, очень хорошая мысль. У нас, самое страшное для христианина, это стать, это успокоиться, на мой взгляд. Жить в комфорте, как только христианин, причём не только в таком-то комфорте, как бы можно жить в хлеву, но попасть в ад. Не обязательно денежный комфорт. В целом, когда христианин успокаивается, когда он понимает, что его мир окружающий устраивает, и он сам себя устраивает. Всё, как бы это значит, что-то не так. Написано в Библии, что кого люблю, того и наказываю. Если ты чувствуешь, что душа болит, значит прекрасно, она у тебя болит. Мой папа любит повторять, если я проснулся утром, и у меня всё болит, прекрасно, я живой. Также христианин, если он проснулся утром, у него душа ещё болит, это прекрасно, у него ещё есть душа, она ещё может даже чувствовать. А как только ты успокаиваешься, всё, тогда тебе и не особо ты и Христос нужен, потому что от него только проблемы сплошные. Вспомните великого инквизитора. Он же в диалоге, когда говорит Христу, Он говорит ему не смей ничего говорить, не смей возвращаться и так далее. То есть нас пугает перспектива, что Бог вмешается в нашу жизнь и сделает что-то, что нам будет некомфортно. При всём том, что мы понимаем, что Господь хуже нам не хочет. Да. Вот мы понимаем, что Господь не палач, а врач, но может быть болезненно врачует порою для нас, но он конечный результат видит. Что я сейчас зашпаклю или как там запломбирую и всё, проблема решена. Да. Но как если со своей гангреной жить проще и комфортнее, чем уйти куда-то её лечить, поэтому сделать этот шаг его и устроить, ну банально, вот я когда приезжал в Казань, я жил в Твери, я помню, нам когда предложили идти поступай в семинарию, я думаю, Господь, Казань, это вообще какой-то, это другой конец России, это где-то Сибирь, медведи там и так далее, снег, вот, здесь друзья, здесь родные, здесь вообще хорошо, вот, какая Казань, и страшно, да, матушка была переезжать, страшно, до ужаса страшно, до последнего думали, что сейчас будет всё, конец, и первое, и не зря боялись, первое, да, и родители пугали, и, кстати, не зря боялись, первые два-три года был ад, конечно, но в итоге, в итоге, всё, что делал Господь, я сейчас это вижу, спустя уже шесть лет, всё, до последнего события, тогда, что делал Бог, всё было не зря, и это не потому, что я пророк, я вижу средствия тех действий, которые были тогда, и сейчас я могу сказать, слава Богу, что у меня хватило мозгов, тогда его послушать и поехать, чем оставаться там, и так в жизни каждого христианина, как только мы выбираем комфорт и покой, всё, это становится страшно, загниваем, становится бесчувственным. Ну, прости, по такой логике, тогда нельзя ругать людей, которые специально сами себе ищут страдания. Это разные вещи. Тут матушка просто за кадром сидит и ориентирует. Она говорит, что нельзя тогда ругать людей, которые ищут страдания. Как бы ты это прокомментировал? Ну, и прокомментирую. Тут двоякая ситуация. Одно дело самобичевание ради чего, а второй момент поиски эти для кого. Ну, и теперь поясню. Мы знаем, что Мария Египетская ушла в пустыню, сугубо там подвязалась. Это самобичевание определённое или это желание сделать плод достойный покаяния? Поэтому тут для кого и ради чего? Для чего? Для искупления определённого греха для кого? Для Бога. Если вот это входит совойтимый, тогда в этом логика есть. А если это дело, чтобы тебя пожалели какой-то бедный или бедный участок, тогда это уже безмысленность, это уже какое-то тщеславие, тщетная слава. То есть для чего? Вот тогда есть логика. Да, да, кстати говоря, я когда смотрел люди, одно дело, когда человек действительно монах, к примеру, он очень серьёзно постится. И он это делает, потому что у него в целом такой ритм жизни. Он не ищет какой-то славы, он ни перед кем не показывается, он так живёт. Всё. Ему не нужна вот эта слава. Другое дело, когда мы постимся так особо сугубо, кричим налево, направо, всех остальных душем за горло и кричим, мы должны делать так же. Вот это уже ради чего я делаю? Цветно, ради славы, вот этой тщетной славы, чтобы все увидели, сказали, какой классный, замечательный, прекрасный. Моя египетская же уходила в пустыню, не кричала, поэтому всё, люди, я ушла. Я ушла в пустыню, всем до свидания, смотрите, и вы все идите вместе со мной. Нет, она поняла, что для неё иначе никак. Пошла и всё, и с концами. И там, собственно, в пустыне в этой жила. Как бы ей не нужно было, чтобы кто-то даже знал. Вот тоже ведь вопрос. Если я делаю, вот если я ищу этого подвига и трублю об этом налево-направо, тогда мне не подвиг нужен, а скорее слава. Сейчас бы, моя знакомая, ты сказал бы, а хорошо, а как тогда не прячете светильника под спудом? А это естественное следствие. Когда ты идёшь за Христом, то ты даже, когда не хочешь демонстрировать своей жизни с Христом, но твоё внутреннее состояние будет проецироваться на окружающий мир. У святителя Луки есть шикарная фраза, которую я всегда говорю в таких случаях. Дух творит форму. То, что у меня внутри, в голове, в душе, оно проецируется на окружающий мир, на моё отношение с другими, на моё отношение к работе, к окружающей действительности, к себе самому. Поэтому, на мой взгляд, это об этом. Когда я иду за Христом, тогда даже если я не хочу этого, я всё равно буду выделяться. Но из-за этого не нужно искать себе слабо просто. Нужно просто жить это же образом жизни. Опять же, я так понимаю. Да, в общем, она светильник не прятала, она просто его несла. А в итоге всё равно это светлое видение. очень хорошо. Но у нас 20 минут остаётся. Пару слов хотя бы, всё-таки, чтобы к Рождеству подошли, а то мы по предисловию, по предисловию. К Рождеству хочу подойти, поскольку ты, вот, занимаясь изучением, как бы, западной церкви, постоянно возникает вопрос. Это постоянно. Каждый год из раза в раз. Я хочу, чтобы, поскольку ты более в этом вопросе компетентен, ты ответил грамотно, почему Григорианский, Юлианский, почему Декабрь Рождество и почему у нас Январь Рождество. Смотрите, тут дело вот в чём. Если, ну, постараюсь коротко, и мы, и наши братья православные из других, поместных церквей, и католики празднуем Рождество с 24 на 24, 25. Все. Но проблема в том, что наши 24, 25 идёт по старому календарю, а у них по новому. То есть разница в этом. У нас Рождество, мы измеряем же, живём пока всё-таки в церкви по старому календарю, поэтому у нас тоже открываются государственные указания. Там всё нормально, там то же самое, там декабрь ещё, мы пока ещё в декабре живём. Это у нас возникло из-за чрезмерного, возможно, консервативного, на самом деле сложно сказать, почему. У нас общество дико консервативное стало после Никона. До Никона, к слову говоря, у нас достаточно мобильное, гибкое, у нас даже типикон редактировали. А после Никона у нас общество, надорвавшись на этих реформах, оно стало очень подозрительно относиться к любым реформам, которые вообще кто-то проводит. И поэтому, когда у нас пытались внедрить ново-юлианский календарь, а у нас пытались его внедрить, у нас общество на дыбы встало и у нас не получилось. И наш руководство церковное с привидным решилось, причем разогревать конфликт, пусть, значит, пока не готовы. Но, так как основная часть православного мира живёт по грегорианскому календарю, ну так скажем по-другому, по ново-юлианскому календарю, вот так скажем, по новому-юлианскому календарю, то, по-моему, только несколько церквей осталось жить по старому календарю. Это рано или поздно произойдёт. Но я считаю, что это произойдёт только тогда, когда общество будет к этому готово. Никогда нельзя делать всё топорно и насильно. Никогда, ни в коем случае. Поэтому, по сути, разницы никакой нет. до 2101 года этот вопрос не встанет. А вот в 2101, когда Рождество выпадет, до 8 января, вот тогда народ зашевелится. Я более чем уверен. В общем, некоторые ортодоксы скажут, вот она, покариск пришёл, экуменизм цветает. Мне, честно скажу, вот честно, мне всё равно. Если завтра священначале скажут, всё, завтра, теперь празднуем вот так. Как благословить? Если скажут, не надо, хорошо. Это для меня не столь принципиальный вопрос, за который я буду, простите, идти на костёр. Вспоминая старообрядческий раскол, когда люди из-за того, сколько распеть аллилуйя, дважды или трижды, ненавидели друг друга, резали друг друга, я так не хочу. Для меня это не столь принципиальный вопрос. Меня всегда единственное, что смущает, ну, было бы логично разве 125-го встречать, чтобы в пост потом вся страна не грешила объедением в мягкой форме выражаться. Я даже скажу немножечко по-другому, это даже не убираем в сторону гастрономии, бог с ней, вот с гастрономией, ладно. Есть более символичный момент. Новый год начинается после рождения Христа. Не до рождения, а после. Родился Христос, и вот мы после его рождения начинаем отмечать Новый год, новые лета исчисления и так далее. А так получается странно. Новый год, новая эпоха начинается до рождения Христа и никаким образом с ним не связано. Вот этот момент, да, я вот считаю, что символично было бы. И плюс это помогло бы больше акцент сделать на Рождестве. Все в стране из-за советской власти очень утеряна культура разного Рождества, специально же смещали вот весь акцент на Новый год, специально, чтобы меньше уделяли внимание Рождеству. Поэтому, может быть, если бы священноначалье захотело бы сделать Рождество все-таки в декабре, тогда, может быть, это помогло бы больше людей привлечь в церковь и заставить их задуматься о том, все-таки как связано Новый год и Рождество. Ну, это, на мой взгляд, опять же, субъективно. Ну, дай в общем, все управилось в нужном русле. Бусенька, давай поотвечаем на вопрос. У нас осталось, сколько у нас осталось? 15 минут осталось? Да, плюс-минус минутка. Поотвечаем на вопросы, потому что их много писали. Мне очень приятно было с тобой общаться, что и даже смотрел вопросы. Так, листаю, листаю. Так. Листаю, листаю. Он очень хороший батюшка, преподаватель в Казанской семинаре. Это тебе комплимент. Спасибо большое. Мои студенты с вами не согласятся, у них как раз экзамен скоро должен быть. Они сейчас сидят и Богу молятся, чтобы я не дошел до семинария, наверное. те скажем, в какой церкви слушать? Новомунчика исповедников церкви русской в Краснодарском крае. Все остальное в Дерек пишите, захотите, если в гости. Подскажите, пожалуйста, могут ли после смерти болящего отца носить вещи его детям? Ну, да, в чем вопрос. Постирайте, окропитесь той водичкой и все. Да, это вещи. Покойник, усопший, уже ничего вам не сделает. И у него другие заботы сейчас. Вот тоже это интересный вопрос. Можно ли покупать старинные иконы в интернете, не зная, откуда они, какова их история? Ну, я бы, наверное, не стал, если стопроцентная не знаю, вообще поделка это не поделка и по большому счету, ну, у нас что, мало икон, которые старинные вне интернета. А вопрос, опять же, зачем? То есть, хочется, чтобы она заряженная была или как? От того, что хотите хорошую икону вашего святого, допустим, закажите в мастерской, там сделают красиво и замечательно, потому что она очень старая, она не станет больше. То есть, а геометр, да, у нас, спидометр благодати, он выше не станет, фонить не будет, все, наверное, с ней. Для православных по сути одинаково, что старое, что новое, Бог по нашей, по молитве этого святого и по нашим молитвам делает что-то. А возраст не столь важен. Почему спиридон, Николай, святые особенно почитаемые? Это зависит от поместной церкви. Где-то у нас они почитаемые, где-то о спиридоне могут даже не знать. Ну вот, сейчас как раз вопрос тут был, как встретить Рождество. Как ты считаешь, если все-таки человек не пошел в сам храм, ну, по разным, может быть, даже техническим, уважительным, неуважительным причинам, но службу смотрит, допустим, прямую трансляцию, там, святейского, если он не собирался, к примеру, подчищаться, просто он бы пришел на службу постоять, не причащаясь, к примеру. Допустимо ли это или как? Болезненный для меня вопрос, болезненный с стоянием без причастия. Первое, если литургия предполагает причастие человека, который на нее пришел, то есть она сама предполагает, что все, потому что священник и молится от лица всех пришедших, чтобы Господь всех сподобил причаститься. С другой стороны, если вы не можете причаститься по объективным причинам, которые от вас не зависят, тогда все равно нужно прийти в храм, чтобы разделить эту радость с братьями и сестрами. И если вы по каким-то, опять же, объективным причинам, серьезным, вы подводник, не можете прийти в храм или у вас там работа так не подарит, не можете прийти в храм, тогда где-то, может быть, стоит прийти потом. когда будет время. Но это ненормальная ситуация. Ее лучше избегать, честно скажу. Потому что есть такие символические моменты, когда мы все... Рождество – это что-то большее, чем праздник. Поэтому и есть вещи, которые должны быть важнее всего остального. Мой личный вопрос. Как ты часто рекомендуешь такая золотая середина своим духовным чадам или прихожанам причащаться? Перестроиться всегда очень сложно. Поэтому, конечно, я говорю, что идеалом является причастие на каждый воскрес на литургии. Это то, к чему каждый христианин должен стремиться. Конечно, сходу перестроиться, когда ты причащаешься два раза в год. Даже раз в два месяца, как я когда-то причащался, перестроиться на ежевоскресное причастие сложно. Поэтому постепенно, постепенно разговаривая с духовником, стремиться к тому, чтобы каждое воскресенье, каждое малое Пасхо, я, приходя в храм, соединялся вместе с братьями и сестрами в Таинстве Евхаристии. Это идеал считается. Воскресенье раз в неделю. Я понял, раз в неделю. Спасибо, Господи. Но это для меня просто. Я у святых отцов читал, что они говорят, кто исповедуется и причащается реже, чем раз в месяц, того душа и тело славит, у лукавого может сотворить им все, что угодно. То есть реже, чем раз в месяц. И вот я для тебя пока золотую середину раз в месяц. И вот мне интересно просто мнение других умных священников, которые, вот как они себя это ведут. Я говорю, что есть идеал каждую неделю. Но опять же, ломать себя сходу не стоит. Это то, к чему нужно аккуратно, постепенно себя готовить. Потому что я по-своему, что скажу. До того, как мне руку положили, я причащался раз в месяц. и потом бахстер и кауст. И ты причащаешься к этому. То есть для меня это была такая ломка. Я думал, господи, как вообще, как это возможно? Возможно. и нормальный, пока не умер, и вроде все еще адекватно. Поэтому все-таки изучая творение святых отцов, мы приходим... Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст, почитайте, кто мне не доверяет, он так ругается на тех, кто приходит в храм и не причащается. Это один из самых таких жестких святых в плане обличения людей, которые не причащаются в литургии. Поэтому хотите чуть-чуть обзбодрить, почитайте Златоуст. По-моему, он даже и говорил, по-моему, Климент Иерусалимский и Иоанн Златоуст именно даже говорили, что женщина в женские дни может причащаться. Но если она сама воздерживается, то это похвально. То есть не запрещать ей. Да. Если она чувствует, если она чувствует острую необходимость в этом, она понимает, что вот сейчас мне какие-то страшные искушения со всех сторон, и я могла бы воздержаться, но мне страшно. Это нормально. Тогда прийти к духовнику, сказать и идти спокойно причащаться. Я думаю, вряд ли Господь её за это осудит из-за того, что она захотела прибегнуть к его помощи в страшное для себя время. Да. Я кайфся, этим немножко фанатизмом занимался. Да нет, ни в коем случае. Вот там, вот там. Мне кажется, я аналогично тем же то же самое делал и говорил. Постепенно изучая статистическое наследие, у меня менялась точка зрения. Постепенно. Слава Богу. Как подготовиться к причастию ночного богослужения? Ну, давай кратенько, потому что у нас 8 минут осталось. Я кратенько отвечу. Так же, как обычно, после 6 вечера мы просто воздерживаемся от пищи, как бы в знак благоговения. А готовимся, как обычно, в службе. Так, можно на рождественской? Можно. И исповедоваться, и причаститься? Можно. Так, я гадаю на любовь. Это плохо. Сказали. Это плохо, не делайте так больше. Об этом уже Сусо Павашвили сказал. Не гадайте на любовь. Он уже призвал. Так, Если эти пентики суверия можно, если смысл бить сосиски направлений, далеко выкидывать нас. Я считаю, вообще ни порнографической, ни эротической, ни оккультной литературы не должно быть. Нет соблазна, нет греха. Вот, кратенько. Да, да, согласен. Но опять же, если ты христианин, то ты поддерживаешь свой дом в чистоте. Это странно, если ты в храме говоришь, что это все плохо, никакой там оккультной литературы, а домой приходишь, открываешь толковник снов и начинаешь там смотреть, что ты вчера увидел. Ну, да. Хотя, подожди, два слова буквально в плане юмора. Как-то мне пришли огромную коробку книг. Много духовной литературы, там был соник. Я думаю, вот что там за батюшек пишут. Открываем. Если ты приснилась, то выходишь замуж за батюшку, ты умрешь. если тебе приснилось, что ты пришла в храм, и тебя с третьей батюшкой, ты умрешь. Короче, все, там три момента, три момента, честно говоря, никаких, если с третьей батюшкой, не к добру. Да, вот три момента, третий я не помню, но, значит, ты умрешь. Так что, лучше в живую. Не работает, я, учитывая, как часто мне сняются другие священники, я пока не помер, вроде бы, лета исчезновения. Так, отчая, а как ты вообще думаешь, быстренько, поскольку время у нас тоже заканчивается, у нас же относительно лета исчисления от Рождества Христова, там же вообще даже месяца лавируются, именно конкретного Рождества Христова. Мы же опираемся именно Рождества Христова на то, чтобы был ирод, то есть исторический какой-то момент, примерно погода, как были волхвы одеты, то есть у нас же даже определенное время может плавироваться не только дни, но даже месяц. Я скажу так, Рождество Христова, начнем с того, что его праздновать стали не с первого века. Его начали праздновать, если не с метами, с четвертого. Раньше Рождество и Крещение праздновали вместе. Вообще. Рождество, Крещение, все раз. Потом праздники отделились. И святые отцы на самом-то деле далеко не сразу стали уделять внимание дате Рождества Христова. Их это не сильно волновало. То есть на самом деле даже если мы не знаем, когда он родился, в какой месте, а это имеет какое-то значение с точки зрения, мы не знаем, что он родился. Родился. А мне от того, что он родился, завтра ученые скажут, вот все, он родился там в июле, аминь. Ну он же родился, родился. Потом другие скажут, нет, он родился в январе. Ну хорошо. Он же родился, родился. Какая мне разница, когда конкретно, в какой месяц. У нас же символические праздники. Мы празднуем вот именно сегодня. Не потому, что мы считаем, что он родился с 24 на 25, а потому, что есть определенный цикл богослужебный, который отражает нашу веру. И все. Тогда и вечер было лично Пасху раз в 33 года праздновать. А, кстати, да, Маша говорит, у нас же Пасху не раз в 33 года праздновать. Ну да, да. Каждый год. И разные даты постоянно. Но Пасха от этого своей значимости и торжественной величины не теряет. Да, да, да. Так, у нас что-то чуть-чуть тормозить начинает эфир. Хорошо, последние минуты у нас 4 минуты осталось. Матюшка, вот вопрос пишут. Как вы думаете, протестанты способствуются? Вот ты изучаешь их более... Я могу сказать так. Два... Две мысли коротенькие. Первое. Если мы поспрашиваем людей, которые причащаются в основах православной веры, я боюсь, что среди них будет очень много людей, которые не верят так, как надо. в плане протестантов не мне их судить. Я знаю, что истина в православной церкви. Я знаю, что я могу спастись в православной церкви, а все те, кто вне её, их судит Бог. Я не имею права их судить. Так, я читаю ещё вопрос, хотя бы один-два, чтобы потом успели хоть бы попрощаться, чтобы не так сломя голову. Так, если говорят миряне, как ты можешь часто причащаться, если повторяешь грехи, это же не осуждение. То есть вопрос... вопрос задаёт, как я могу часто причащаться, если я постоянно грешу. А когда вы причащаетесь, вы не грешите? То есть вопрос... У вас бывают моменты, когда вы вообще не грешите? Тоже ведь странно. Мы причащаемся к святых христовых тайн не потому, что мы становимся в эти моменты суперправедными. А потому что мы по-другому не можем. Мы хотим быть с Богом. Мы хотим быть с Христом. И Он хочет быть с нами вне зависимости от того, насколько мы им прекрасны. Посмотрите на апостолов. Это что были? Самые прекрасные люди? Или, допустим, на первых христиан? Господь выбирал. людей не... Пётр вообще предал Христа. Понимаете? Апостол Фома не верил, что Христос воскрес. Но, понимаете, Господь выбирает нас не за сугубую праведность. Это надо понимать. А за покаяние. Да. Отче, я один вопрос отвечу и будем подводить, чтобы хотя бы нормально попрощаться успеть. А то обычно 20 секунд выскакивает. Можно ли носить крест покойного отца, осветить в храме и можно носить. Через крест никакой в кавычках судьбы не перейдёт. Очень много ещё там вопросов. Наверное, надо было чуть-чуть раньше начать отвечать на них. Ну, уж простите, дорогие братья и сестры, такой интересный был эфир, по крайней мере, для меня, не знаю, как для батюшки, но мне очень активный, такой живой, позитивный. Батюшка, я искренне рад, что этот эфир состоялся, искренне благодарю тебя за матушку, которая там ещё вцюфлировала немного, помогала, тоже поклон, с наступающим Рождеством Христовым, тебя, твою аудиторию, которые тоже присоединят сегодня мои дорогие братья и сестры, мои подписчики. Заходите на страничку, батюшки, там очень много интересных постов, он гораздо интереснее пишет, чем я, я как-то больше вот по простоте, он очень так глубоко и грамотно. Заходите на батюшку, подписывайтесь, батюшка, тебе слово 20 секунд осталось, отчёт пошёл. Извините, если я всех утомил, большое вам спасибо за то, что послушали, батюшке огромное спасибо, что пригласил, взаимно, прям приятный был эфир, огромное спасибо, всем с наступающим Рождеством Христовым, с наступившим Новым Годом, храни всех Господь, надеясь, не в последний раз на исламе святей беседы. Спасибо, Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова